Сегодня мы поговорим об очень интересной теме, называется она так, эволюция человека, на сколько процентов мы неандертальцы. И я с удовольствием представляю моего гостя, Филиппа Хайтовича, эволюционного биолога, профессора шанхайского НИИ, вычислительной биологии и руководителя лаборатории Сколтеха. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте. Да, я очень рада, что вы снова пришли к нам в студию. Так, в двух словах, на сколько же процентов мы неандертальцы? Есть ли у нас что-то от неандертальцев? Ну, как мы уже слышали, есть, но не у всех, а только у тех, кто живет, так сказать, не в Африке. Ну, это несколько не у коренных африканцев, потому что коренные африканцы, они никогда с неандертальцами не встречались. А у всех у нас, кто живет в Европе, в Азии, в Америке, в Северной Африке, у нас у всех есть какой-то процент неандертальских генов. Вот сейчас на эту тему мы послушаем новости в рубрике «Новости науки» с Марией Максимовой. Новости науки. Ученым удалось расшифровать примерно 60% всего генома неандертальцев и выяснить, что он на несколько процентов совпадает с геномом современного человека. Существенная часть нового номера журнала «Сайенс» посвящена исследованию, которое представил большой коллектив ученых, в том числе россиян, под руководством Сванта Пеба из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка. На основе этих исследований ученые смогли определить размеры всей популяции неандертальцев. Оказалось, что их количество на всей планете не превышало 70 тысяч. Также, по словам исследователей, они впервые теперь могут определить генетические особенности, которые выгодно отличают нас от всех остальных организмов, в том числе и от наших ближайших эволюционных родственников. Как пишет газета РУ, чтобы определить, насколько современное человечество похоже на неандертальцев, ученые взяли генетический материал у людей, живущих в разных частях Земли. Оказалось, что геном неандертальцев чуть более похож на геном людей, которые имеют неафриканское происхождение. Впрочем, у людей европейского, азиатского и океанского происхождения совпадение геномов составило от 1 до 4%. Но и этого достаточно для того, чтобы подтвердить факт скрещивания ранних людей современного типа с неандертальцами. Скорее всего, оно было активно на Ближнем Востоке после ухода людей современного типа из Африки и с началом активного заселения ими Евразии. Кроме того, ученые выявили участки генома современных людей, которые не встречаются у неандертальцев, могли сформироваться в результате эволюции естественного отбора и способствовали выживанию людей современного типа. Это были новости науки с Малины Максимовой. Да, действительно, мы узнали, что в нас есть немножечко неандертальцев, в нас всех живущих на территории Европы. А вот так, где мы живем, это тоже можно считать частичной территорией Европы. Как бы не хотелось нашим политическим руководителям. В Азии столько же неандертальских генов у китайцев, например, у японцев. В Евразии, да. А сейчас мы прервемся на пару минут рекламы, затем вернемся, никуда не уходите. Реклама Спонсор часа ООО «Поздравительная почта». Москва, улица Климашкина, 22. ОГРН 108-774-676-6018. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495. Продолжаем передачу «Наука в фокусе». Микрофоном по-прежнему Наргиз Асадова. Говорим сегодня на тему эволюция человека. Насколько процентов мы неандертальцы? Но это мы уже выяснили. Еще раз представляю нашего гостя Филиппа Хайтовича, эволюционного биолога, профессора шанхайского НИИ вычислительной биологии и руководителя лаборатории Скултеха. Тогда пойдем по порядку. Во-первых, вообще, насколько разнообразными были виды человека? Вот тогда, 70 тысяч лет назад, 50 тысяч лет назад. Ну, сейчас у нас остались только наши обычные люди, хомо сапиенсы. Поэтому кажется, что так всегда было. На самом деле, было совсем по-другому. Еще совсем недавно, даже 30 тысяч лет назад, вместе с нами существовало много других видов. Например, неандертальцы, недавно обнаруженные денисовцы. Еще хомо эректус где-то жил. Может быть, даже на территории России, кто знает. Хотя, в основном, остатки нашли более в южных областях. И, на самом деле, может быть, было даже еще несколько видов людей, которые до сих пор неизвестны. Какие-то хоббиты еще были, я слышала. Ну, хоббиты, это совсем как бы непонятно. Это вот на островах нашли какие-то скелеты с маленькими черепами. И совсем они были короткие, то есть, ростом около метра или метра 10 сантиметров. И сейчас большинство ученых считает, что это как бы такая ветвь хомо эректуса. Хомо эректус, это как бы тоже одна из... Человек прямоходящий. Да, да, да. Из курса школьной биологии. На самом деле, они были удивительным видом. Хотя, у них был не очень большой мозг. Они жили около 2 миллионов лет назад. У них мозг был где-то в половину нашего. Но они тоже заселили всю планету. Вот до Индонезии добрались. И были в Евразии везде. То есть, это был очень успешный вид. И они жили примерно 2 миллионов лет назад. Практически до наших дней. Если вот эти вот хоббиты являются ветвью хомо эректуса, то тогда даже 10 тысяч лет назад, ну, когда уже там почти пирамиды строили, они все еще жили. А вот хомо сапиенс, он когда появился? Затпит. Он сильно позже, да, чем хомо эректус? Да, конечно. Хомо сапиенс появился, ну, на самом деле, около 200 или даже 150 тысяч лет назад. Как вот тот вид, который мы сейчас знаем, который мы сейчас представляем. На самом деле, тоже не совсем правда. Мы как бы являемся уже некоторым продуктом эволюции тех предков, которые раньше были. Например, у них был больше мозг, чем у нас. Кажется удивительно. Мы, вроде бы, намного умнее построили такие... Да, умнее, но продвинуть ее точно. Да, как бы более креативные, но, тем не менее, вот у наших, так сказать, предков, если мы посмотрим по черепам, часто находим мозг такого размера, который у современных людей практически никогда не встречается. И то же самое у неандертальцев. На самом деле, если мы посмотрим на неандертальцев и наших предшественников, у них был большой мозг, то есть до двух литров доходило. У нас сейчас где-то полтора литра тоже считается большим. И почему же тогда победили Homo sapiens? И почему-то так биология устроила, или, не знаю, эволюция так устроила, что особи с более мелким мозгом победили? Ну, нет, нет. Мелкий мозг у нас сейчас. А вот в то время, 50 тысяч лет назад, 100 тысяч лет назад, когда наши виды существовали, то есть Homo sapiens и Homo neandertalensis, ну, неандертальцы, они примерно, у них был один и тот же объем мозга. Да, я поняла. Я уточню вопрос, почему тогда... Я просто привыкла думать, и я думаю, что большинство наших слушателей тоже, что чем больше мозг, тем умнее животное, условно говоря, да, и тем больше возможностей для выживания у него есть. И так объяснялось нам в учебнике биологии, почему человек, которого нету там сильных, не знаю, там когтей, там мышц, зубов, острых клыков, то есть он по многим показателям животным уступает физически, но тем не менее, именно человек является царем природы сейчас, да, а на Земле главенствует именно человек, у нас почти 7 миллиардов. И получается, что это не совсем так, раз у наших предков мозг был больше, а у нас сейчас меньше. Почему? Ну, как, это две разные вещи. Во-первых, иметь большой мозг очень неудобно, рожать детей неудобно, он много энергии потребляет, всё время о чём ты думаешь непонятно. То есть, если у наших предков как бы эволюционировал большой мозг, значит, это было для чего-то нужно. То есть, это было действительно, значит, эволюционно хорошо иметь большой мозг. А почему победили мы неандертальцы? Тут проблема другая. Как бы говорят, ну, вот у неандертальцев, может быть, мозг был другой формы, у них, может быть, были затылочные доли больше, может быть, они были не такими умными. На самом деле, на данный момент никаких доказательств того, что они были глупее нас нет. Но, с другой стороны, обязательно ли, что более умные люди выживают лучше? На самом деле, одна из гипотез очень интересная... Смотря где, зависит от страны. Нет, я думаю, это не просто зависит от страны. А то слове можно так сказать. Смотрите, очень интересная, кстати, гипотеза. На самом деле, чем отличается человек, вот мы, от других многих родственников наших? Ну, неандертации мы не очень знаем их, они же вымерли. А вот, скажем, если мы посмотрим на шимпанзе, посмотрим на рунгутангов, горилл. В чём отличие? Конечно, мозг большой. А ещё в чём отличие? Что мы можем иметь больше детей. На самом деле, шимпанзе, гориллы, рунгутанги, они могут иметь только одного детёныша где-то в 4-5 лет, не чаще. А людям мы можем рожать каждый год практически. Это очень удивительно. То есть, для такого существа, для такого, так сказать, вида, как мы, это очень часто. И одна из гипотез, что на самом деле мы победили неандертальцев и другие виды, просто потому что мы могли иметь больше потомства, больше детей. Может быть, неандертальцы тоже могли рожать раз в 5 лет. Конечно, у них не было шансов. То есть, на самом деле, может быть, одним из уроков, который можно будет вынести, если эта гипотеза подтвердится. То, кто имеет больше детей, тот и выживет. Вот, судя по новостям, которые мы слышали, неандертальцев, вся популяция неандертальцев была всего лишь 70 тысяч человек. Это вот последние выводы, которые сделал этот шведский учёный. Да, ну, не надо забывать, что в какой-то момент популяция людей, может быть, была всего 10 тысяч человек. Потому что, на самом деле, наши предки, им пришлось пережить несколько катастроф. Одна из больших – это вот извержение вулкана, которое произошло. Супервулкан. Да, супервулкан. Где практически, я думаю, ну, не знаю, по данным сейчас трудно сказать, но говорят, чуть ли не половина человечества или даже больше погибло, и осталось у нас где-то всего 10 тысяч. Мы когда-то делали передачу про вулканы, и вот отличие просто вулкана от супервулкана заключается в том, что обычный вулкан изверкается как бы вверх, там не происходит такого чудовищного взрыва, и вот извержение лавы происходит. А супервулкан – это происходит пирокластический взрыв, мощнейший, который, ну, всё вокруг живое, как в микроволновке просто сваривается. Ну, и потом, естественно, тоже извержение, и пепел, и все остальные вещи. Да, на самом деле, скорее всего, вот что было плохо тогда, вот когда где-то 70 тысяч лет назад этот супервулкан то бы извергался, что было громадное количество пепла. То есть наступило, вот как мы когда сварили, ядерная зима, да. Вот что-то такое, типа ядерной зимы наступило. Ну, и представьте нашим предкам, которые жили раньше, иметь ядерную зиму. Я сейчас предлагаю послушать нам нашу постоянную рубрику статья по теме в исполнении Льва Гулько. Вот эта статья была взята из журнала «Номкофокуси», и там вот изложена тоже версия, почему хомо сапиенс всё-таки стали главенствующим видом человека на Земле. Статья по теме. Если перевести числы на 80 тысяч лет назад, нашему взору представлены просторы Земли, по которым бродило примерно 5 видов людей, включая и наших предков, гомо сапиенс. Что, как известно в переводе с латыни, означает «человек разумный». Наш вид сильнее всего процветал в Африке. Неандертальцы доминировали в Западной Евразии, тогда как потомки гомо эректус, человека прямоходящего, вероятно, населяли Индонезию. А гомо флоренсенсис, флоресский человек или хоббит, по поводу которого сейчас ведутся жаркие споры относительно того, можно ли считать этих древних людей отдельным видом, Индонезийский же остров Флоренс. Кроме того, в 2008 году в Денисовой пещере на Алтае обнаружили необычный зуб и кость от фаланги пальца, которые заставили учёных предположить, что в Азии, вероятно, была распространена ещё одна популяция людей, названная «денисовцами». В итоге все прочие виды людей вымерли, и на планете остался лишь гомо сапиенс. Другая борьба за выживание развернулась примерно 45 тысяч лет назад. На этот раз полем битвы оказалась Европа, а противоборствующими сторонами наши предки и неандертальцы. Поначалу у человека разумного и неандертальцев не было повода для конкуренции, но вот в Европе наступила фаза холода и засухи. Как эти два вида разбирались чьи в лесу шишки? Представители и тех, и других были крупнее, сильнее физически, чем среднестатистический современный человек, но неандертальцы были особенно массивными. По скелетам видно, что у них были широкие плечи и толстые шеи. Вряд ли наши предки смогли бы хорошо показать себя в кулачном бою с неандертальцами, но они вполне могли бы взять метаним копья. Гомо сапиенс смог использовать эти навыки для того, чтобы убивать на расстоянии, не подвергая себя большой опасности и затрачивая сравнительно мало энергии. Даже если два вида и не сходились в прямых схватках, способность убивать на расстоянии вполне возможно давала виду гомо сапиенс преимущество при охоте. Крупные размеры неандертальцев помогали им консервировать тепло. Но за это приходилось платить. Когда же пришла пора бороться с холодом в арсенале гомо сапиенс, и на это нашлась парочка трюков, а именно плетение и шитье. Рядом со останками древнего человека возрастом 35 тысяч лет археологи находили простые костяные иглы, и в частности сделанные из слоновой кости. Но самое главное, мы умели сохранять в тепле детей, что вполне могло дать нам критическое преимущество перед неандертальцами в условиях колебаний климата. В конце концов, около 30 тысяч лет назад неандертальцы полностью исчезли. Последним прибежищем неандертальцам послужила Южная Иберия, в том числе и Гибралтар. Когда неандертальцы исчезли с горизонта, на Земле, как полагают, осталось только два вида людей. Гомо сапиенс и гомо флорис тенсис, или человек-хоббит. Последнего так прозвали за небольшие размеры. Ростом он едва превышал один метр, а отличался мелким мозгом. Тем не менее, поведение хоббитов было вполне разумным. Они изготавливали каменные орудия, не указывающие на коллективную охоту, а также, вероятно, использовали огонь для приготовления пищи. Если бы не очередное мегаизвержение вулкана, случившееся 17 тысяч лет назад, этот вид наверняка бы дожил и до наших дней. Однако, похоже, что наши собратья из других видов рода хомо не исчезли бесследно. В прошлом году Сванте Пааба и его коллеги из Германского института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, изучив кости неандертальцев и секвенировав геном этого вида, обнаружили, что современные люди неафриканского происхождения примерно 2,5% своей ДНК унаследовали от неандертальцев. В этом году Пааба с коллегами подвергли такому же анализу кости фаланги из Денисовой пещеры в Сибири. На этот раз они показали, что 5% ДНК денисовцев связывают их родством с народами Меланезии, людьми, проживающими на островах Юго-Восточной Азии, например, на Новой Гивении. Как неандертальцы, так и денисовцы могли скрещиваться с нашими предками и давать плодовитых потомков, говорит Пааба. Но в некотором смысле они продолжают жить у нас и поныне. Это была статья по теме с Львом Гулько. И вот мы, как всегда, задали вопрос нашим слушателям в влоге нашей передачи наукофокусе на сайтах Москвы. Мы спросили, сколько видов древних людей обитало на территории России около 40 тысяч лет назад. И три варианта ответа было. Первый только Homo sapiens. С этим вариантом ответа согласились 17% я прошу прощения, респондентов. Все три вида Homo sapiens, неандертальцы, денисовцы так ответили 65% проголосовавших. И только денисовцы ответили 18%. То есть, в общем-то, конечно, угадало большинство. Действительно, все три вида, это минимум, обитали 40 тысяч лет назад на территории России. Да, то есть, кажется, что Россия такое пустынное место, там вообще никто не живет, Сибирь пустая. На самом деле, уже 40 тысяч лет назад было множество разных видов и, так сказать, вариантов человека разумного. Я бы даже сказала, что не уже 40 тысяч лет, а еще 40 тысяч, потому что через там еще 20 тысяч уже многие виды не существовали. Да, это правда. То есть, сейчас мы неандертальцев и денисовцев не видим. Мы только вот узнаем благодаря ученым, что у нас чуть-чуть в нашем геноме чего-то там сохранилось от неандертальцев. Да, это очень интересно, на самом деле. Потому что у каждого из нас разный кусочек генома от неандертальцев. То есть, у кого-то, может быть, это гены, которые отвечают, я не знаю, за пищеварение, у кого-то за то, как скелет работает, у кого-то еще что-то. То есть, на самом деле, если собрать всю эту мозаику вместе, то можно было бы как-то и посмотреть, как неандертальец выглядел, что у него были, какие особенности организма. То есть, есть возможность понять, какими были неандертальцы. То же самое с денисовцами. Ну, вот у нас не осталось никаких остатков денисовского генома. Но почему-то вот в Новой Гвинеи, в Индонезии находят, то есть, видимо, там сохранились как-то эти остатки ДНК. Очень интересно. Вот говоря о том, почему именно Homo sapiens победили все остальные человеческие виды на Земле, вот в этой статье, к сожалению, не прозвучало, вот у Льва Гулько, но вот я сама просто вам процитирую, некий ученый Пеннис Сайкинс, археолог из Йоркского университета Великобритании, выдвинул предположение, что человек разумный, то есть Homo sapiens, обладал большим, чем у неандертальцев разнообразием в строении головного мозга. И он считает, что одной из причин успеха Homo sapiens была в том, что они готовы были принять в свои сообщества людей с разной организацией ума, в том числе с аутизмом и шизофренией. И что, мол, люди с аутизмом, они, ну, как они более могут сосредоточенно развивать какую-то одну отрасль, например, шитье, то же самое, да, то есть они преуспели, стали, не знаю, более квалифицированными швеями, а что тоже в какой-то момент помогло их роду выжить, как мы уже тоже слышали. Вот как вы относитесь к этой версии? Я отношусь к этой версии спокойно, потому как, на самом деле, конечно, очень сложно на основании тех вещей, которые до нас дожили с тех времен, сделать выводы действительно о том, какое было общество у нас, какое было общество у неандертальцев. Мы знаем, что действительно вот находят черепа, например, у стариков, у которых уже выпали все зубы, и то, что они смогли дожить в человеческом обществе, в том, которое было тогда еще, представляете, такие условия, жили в пещерах, никаких удобств. Охотились. То есть я к тому, что не было холодильника, в который можно заглянуть, и дедушке кашу сварить. Ну, вообще, не отопления не было. То есть это надо было дедушке поймать вот эту дичь, ее разжевать наверняка. Ну, или как-то растолочь там, да. То есть это тяжело очень было. Ну, на самом деле, корешки, если их пекли, то, наверное, можно было там как-то прожевать. То есть, ну, на самом деле, понятно, что нужно было старшим помогать, особенно если не было зубов и так далее. То есть, действительно, наши предки, они как бы не были такими бесчеловечными, холодными убийцами, которые ни о ком, кроме себя, и не волновались. Ну, а можно ли сказать про неандертальцев, что они были вот какими-то совсем асоциальными, ни о ком не заботились? Мы просто этого не знаем. Как бы у нас сложилось такое впечатление, что раз неандертальцы вымерли, они были какими-то более низкими или более глупыми, или более нецивилизованными. В более низком смысле роста они были такие. Ну, я думаю, наши предки, на самом деле, в то время тоже не были очень высокими. Мы не находим, так сказать, очень... Больше 7,70 метра не находят, да. Да, то есть в то время как бы особо... Ну, на самом деле, может, и были, просто скелетов-то не так много осталось. Поэтому, на самом деле, сказать про неандертальцев, ну, как-то всегда, так как мы победили, хочется сказать, значит, мы были лучше. В результате нашего полета. Да, а в чем мы были лучше? То есть, как я сказал, может быть, просто рожали больше детей, а неандертальцы, может быть, они тоже имели возможность, может быть, они тоже заботились о своих стариках. Ах, мы просто не знаем. На самом деле, слишком мало нашли остатков неандертальцев, чтобы делать выводы. И поэтому вот настолько важна работа вот этого прекрасного шведского ученого, как его зовут, напомню? Шванте Пабо. Да, вот, который сегминирует ДНК неандертальцев, в том числе вот того самого неандертальца с большой буквы, которого нашли... В неандертальской долине уже в Германии. Да, который дал вообще название всему роду 150 лет назад. Да, и, кстати, он же дал название еще Денисовцам. Это вообще удивительная история. Представляете, нашли... Это удивительно. Вообще наши археологи копали в пещере, ну, там и остатки и древнего человека, и его кости-медведя, и все-все-все-все. И они нашли кусочек фаланги пальцев. И каким-то образом они сумели понять, что это не какой-то там кусочек, я не знаю, А там еще корешок как бы. Да, или кусок там, я не знаю, кости какого-то медведя, который там раскололся странным образом. Они поняли, что это что-то интересное, но они, естественно, не могли представить, что это какой-то новый вид. И если бы не секвенирование генома, мы бы думали, ну, может быть, это современный человек, а может, неандерталец, а может, это вообще какая-то там загогулина. А вот когда просеквенировали геном, то оказалось, что это и не современный человек, и неандерталец, а что-то совершенно новое. И вот теперь у нас, не только у немцев есть, так сказать, неандертальская долина, у нас есть Денисовская пещера. То есть, это на алтаре, и у нас есть теперь наш собственный, так сказать, вид древних людей, который жил вот на территории России. А вот еще, если сравнивать неандертальцев с хомо сапиенсом, то тоже упоминается в статье, что у неандертальцев была более моногамная, скажем, какая-то диета. То есть, они больше все-таки охотились на дичь, то есть, они мясоедами такими были, хищниками высшего типа, да, как их называют. А вот у хомо сапиенс была более разнообразная диета, и они больше питались, в частности, какими-то овощами, корешками и фруктами. То есть, это тоже могло привести к их лучшей выживаемости. Ну, да, естественно, просто как бы, на самом деле, мы тоже являемся хищниками высшего порядка. Я думаю, если бы нашим предкам все время была возможность поймать дичь, ее есть... Естественно, для моих знакомых столько веганов и вегетариантов сейчас. Ну, сейчас уже просто совсем другая ситуация, не будем сравнивать. Я думаю, если бы ваших друзей поместить в пещеру на пару лет, я думаю, они быстро переключатся на мясо, если у них не будет доступа ни к чему, кроме корешков. Я не знаю, конечно, может быть, они очень стойкие вегетарианцы, но я думаю, в то время люди предпочитали мясо, если у них была возможность его, так сказать, добыть. Я напоминаю, что в эфире передачи «Наука Фокус» ее ведущий Наргиз Асадова и мой сегодняшний гость Филипп Хайтович, эволюционный биолог, профессор шанхайского НИИ вычислительной биологии и руководитель лаборатории Сколтеха. Мы сейчас прервемся на новости и рекламу, а затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите. Программа «Наука Фокусе». Программа «Наука Фокусе». В первой части нашей передачи с нашим гостем Филиппом Хайтовичем, эволюционным биологом, профессором шанхайского НИИ вычислительной биологии и руководителем лаборатории Сколтеха. У меня теперь вопрос следующий. Если поговорить более подробно про эволюцию мозга, то упоминалось уже, что у неандертальцев была более развитая затылочная часть мозга, а у хомо-сапиенс напротив. У них более разно-болобная часть мозга. Вот на что это влияло и какие преимущества тому и другому виду давало и почему победили те, у кого лобная часть больше. Разве вообще что мы можем, какой мы можем из этого сделать? Ну, во-первых, нужно сказать, что у нас нет никаких на данный момент оснований утверждать, что мы победили из-за нашего мозга. Давайте это, так сказать, четко. Еще раз обозначим. Да, потому что очень много спекуляций на эту тему. Говорят, ну, должно было быть что-то у нас с мозгом такое, что вот мы победили, а не проиграли. Может быть, это было совсем не из-за мозга, как я уже говорил. Но если мы посмотрим на мозг, то есть по размеру, как мы видим, наши предшественники и предшественники неандертальцев, они по размеру не очень сильно отличались. у неандертальцев был большой мозг, больше, чем у нас сейчас, но и у наших предков тоже был большой мозг. Немножко другая форма. То есть, говорят, у неандертальцев мозг как бы был более сдвинут к затылку, а у нас больше сдвинут к лобным долям. То есть, может быть, это действительно лобные доли, которые дают нам это преимущество. А что, за что вообще отвечает? За речи, знаю, отвечает лобная доля? Ну, на самом деле, понимаете, в мозгу очень все, как бы, все может быть, а все отменили, может отвечать за все. Вот представьте себе, у человека инсульт, и он в первое время очень ему плохо, он не может двигаться, а постепенно расходится. Но это уже у злостного человека. А у ребенка, например, у трехлетнего ребенка есть случаи, когда болезни определенные удаляют половину мозга, половину мозга, целое полушарие. Причем иногда удаляют левое полушарие, которое традиционно считается отвечать за речь. И эти дети совершенно нормальные, ходят в школу, говорят на трех языках, если они их выучат, вот есть случаи, и так далее. То есть, не нужно забывать, что наш мозг, на самом деле, это удивительный орган, очень пластичный. То есть, особенно в детстве, когда он еще сохраняет очень сильную пластичность, идет громадное переспределение. Если мы подумаем, ну вот у них у неандертальцев были более развитые затылочные регионы, затылочные регионы обычно отвечают, считаются за зрение, за процессирование, говорят, ну, может быть, у них было лучше зрение. На самом деле, от размеров мозга зрение не очень сильно зависит. Но от его конфигурации, наверное, что-то должно зависеть. у многих животных с гораздо меньшим мозгом, вот у птиц, скажем, которые летают в небе, у них же прекрасное зрение. Они могут увидеть мышь с высоты орлинового... Птичьего полета, буквально. Птичьего полета. И у них вполне хватает того мозга, который у них есть, у них же мозг совсем маленький, как грецкий орех, даже еще меньше. И они прекрасно справляются с этой задачей. У них мозг, в принципе, не то, что какой-то особый мозг, как птичий мозг. Он, в принципе, родственник нашего мозга. То есть, в принципе, те же нейроны, что кто-то так же. То есть, на самом деле, чтобы хорошо видеть, громадных затылочных золей не надо. Это просто как бы получилось, что сдвинут череп немножко в том направлении, в другом, это генетика. Если мы посмотрим на современных людей, мы тоже увидим. Есть люди со скошенным лбом, есть люди с вертикальным лбом. В прошлом столетии это даже как-то 150-100 лет назад это считалось как бы признаком интеллигентности или цивилизованности, насколько скошен лоб. Но на самом деле это полнейшая ерунда. То есть, никакой корреляции между скошенностью лба и цивилизованностью или интеллектом нет. Поэтому очень трудно сказать. Но мы можем теперь исследовать мозг не только на уровне как бы формы, но и на уровне молекулярных особенностей, потому что у нас же есть геном неандертальцев. И мы видим, что действительно какие-то вещи были. То есть, мы видим некоторые гены, которые отвечали за внутренние процессы, молекулярные процессы в мозгу неандертальцев, и у нас отличаются. Но это нужно исследовать дальше. Я тут вычитала в одной из статей, что когда сравнивали ДНК человека современного и ДНК неандертальца, то в результате этой работы было выявлено 212 участков ДНК, которые отличают нас серьезным образом от неандертальцев. И в 20 из них наиболее ярко выражены признаки положительного отбора. И вот что бы это могло значит объяснить, пожалуйста. Ну, дело в том, что, конечно, нам интересно, было ли какие-нибудь вот какие-то гены, которые нас действительно отличают от неандертальцев. А положительный отбор, это значит, что нашим предкам было хорошо, было выгодно иметь эти гены. Например, нам выгодно пить молоко, иметь возможность пить молоко, когда мы взрослые. Да, у неандертальцев не было такой возможности, и мы точно уже знаем. Да, то есть, ну и у нас эта возможность появилась совсем недавно, только тогда, когда появилось животноводство, и, в принципе, когда наши предки охотились, молоко тоже как бы не доставалось, только когда они стали разводить. Поэтому, а на самом деле пытаемся мы понять сейчас, мы, другие ученые, пытаемся понять, что же было, так сказать, селектировано природой в наших предках, отобранной природой, какие гены, которые нам давали преимущество перед другими видами. Ну, конечно, мы видим, что часто это что-то связано с диетой, или связанное, например, с всякими паразитами, потому что, ну, в разных условиях обитания, там, разные болезни, разные паразиты, приходилось с этим, как бы к этому приспосабливаться. Но эволюция, на самом деле, идет очень быстро, то есть, даже в мозгу, скорее всего, произошли какие-то изменения, например, вот мы нашли, что мозг европейцев, он содержит большое количество генов, вернее, европейцы, у них гены неандертальцев, как бы, кластеризуются в тех процессах, которые связаны с катаболизмом жиров. И это тоже оказывает воздействие на наш мозг. То есть, жиры нашего мозга, вот, у европейцев, или потомков европейцев, они, на самом деле, отличаются по составу от жиров мозга, даже азиатов, которых тоже есть неандертальские гены, но как бы не кластеризуются в этой группе. То есть, как бы так, так как неандертальцы, они эволюционировали и жили в основном в Европе, в центральной Евразии, то есть, как бы они тоже, наверное, свои гены нам передали, и они, наши предки, эти гены приспособили. То есть, было хорошо эти гены иметь, например, какой-то там катаболизм жиров был хорош тоже для наших предков. Они эти гены как бы оставили в своем организме, и вот у нас даже не влияют на мозг. То есть, мозг, состав жиров нашего мозга отличаются от состава жиров и азиатов, и африканцев, и других видов, других популяций. А вот как раз тоже это важная тема, разнообразие внутри вида, ну, поскольку неандертальцев, как мы знаем, было немного, они малочисленные, в общем-то, были народом, и внутри их рода разнообразие было не очень большое. Тогда как среди Homo sapiens разнообразие большое, и вот сейчас уже вообще разные расы существуют, и они довольно сильно, ну, как недовольно сильно, а чем-то отличаются. Между собой, вот вы упомянули уже, ну, в частности, по составу жиров, каких-то, по бигментации кожи, более разнообразный вид. Вот это тоже могло быть преимуществом, потому что, ну, когда идет отбор, то хорошо, чтобы было отбирать из многообразия. Ну, на самом деле, если мы посмотрим на современных людей, самое большое разнообразие генетическое мы все еще находим в Африке, то есть, в Южную Африку, в Южнее Сахары, то есть, в том месте, где люди эволюционировали. Там, в пигмеи? Ну, просто потому, что это самое древнее место, то есть, как бы, это такой вот котел, из которого все человечество вышло. А на самом деле, из Африки-то вышла совсем небольшая группа людей. То есть, между всеми нами, вот кто живет за пределами Африки, или те, кто живет в Северной Африке, кто-то вернулся, мы, на самом деле, с генетической точки зрения, очень гомогенные. Хотя мы выглядим так по-разному. Пигментации, вот даже какие-то гены от неандартаций, вообще на что-то влияют. По сравнению с африканцами, мы все очень-очень гомогенные. То есть, мы как бы представляем очень похожую популяцию. Вот самой в Африке, где, так сказать, корни человечества, там, две деревни, разделенные, ну, не знаю, 100 километров. И, может быть, совершенно разная генетика, которая отличается гораздо сильнее, скорее, у немца и у японца. Это кажется удивительным. С нашей точки зрения, ну, они там все африканцы какие-то, ну, все, так сказать, черные и какие-то... Нет, они выглядят очень по-разному. Да, в том-то деле. Это рост, и вот кто-то коренастый, кто-то, наоборот, сильный. Ну, это, так сказать, вы знаете, с точки зрения обычного человека, даже меня, я особо тогда в Африку никогда не ездил, и мне кажется, ну, африканцы, они все африканцы. На самом деле, с точки зрения генетики, они гораздо более разнообразнее, чем все любые люди, которые вот живут outside of Africa. А что это нам дает, скажите, это разнообразие? Ну, что оно дает... Это просто как бы исторический факт. Так как люди эволюционировали изначально в Африке, то и, естественно, в оригинальном, то есть, в месте того, где эта эволюция произошла, сохранилось больше разнообразия. Потому что, как бы, представьте, скажем, Москва, и, скажем, нигде больше людей нет. А есть люди только в Москве. А потом какая-то группа из Москвы выехала и поехала заселять Сибирь. И, естественно, те, кто поехали заселять Сибирь, они будут представлять только какую-то часть населения Москвы. Естественно, разнообразия их потомков будет меньше. Но они заселили потом всю Сибирь, и территория гораздо больше, чем территория Москвы. У них появились разные культуры и так далее, и так далее. Да, и выглядят они стали очень по-разному. Да, это такой, как бы, сказочный пример. И потом мы говорим, о, ну, москвичи, они все живут там на пятачке матерской земли, все занимаются одним и тем же, и они все похожи. На самом деле, все мы будем разными, но это будет так сибирякам казаться. Мы вот все сибиряки по сравнению с москвичами, которые остались в Африке. Все понятно. Напоминает передача «Наука в фокусе». Говорим мы сегодня про эволюцию человека. Насколько процентов мы неандертальцы? Так звучит наша тема. Ну, частично на этот вопрос мы уже ответили. Я бы даже сказала, довольно полно. И мой гость сегодня, Филипп Хайтович, эволюционный биолог, профессор шанхайского НИИ вычислительной биологии и руководитель лаборатории в Сколтехе. Мы сейчас прервемся на две минутки саморекламы, затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите. Программа «Наука в фокусе». В ближайшем выпуске программы «Точка». Обсуждаем технологии «Бигдата». У нас в гостях доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой МИЭМ научно-исследовательского университета высшей школы экономики, директор центра компетенций IBM «Бигдата» Александр Шмидт. И по скайпу глава проектного офиса «Яндекс.Дата Фэктори» Александр Хайтин. В воскресенье после 22-х. И точка. По средам. После 23-х часов. Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов. Никакой цифры. И только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Уницин. Теперь по средам. После 23-х. Эхо Москвы ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты – Сергей Нарышкин и Геннадий Сюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас. Эхо Москвы. Программа «Наука в фокусе». Продолжаем передачу «Наука в фокусе». Микрофона по-прежнему Наргиз Асадова и Филипп Хайтович, эволюционный биолог, профессор шанхайского НИИ, вычислительной биологии, руководитель лаборатории «Сколтеха». И у меня в нашем последнем блоке, нашей передаче, к вам такой вопрос, который, наверное, многих людей на Земле волнует. Почему не появляются новые виды людей? Почему не появляются новые виды людей? Ну, чтобы появился новый вид, кого бы то ни было, нужно, во-первых, некоторое время, чтобы прошло. А во-вторых, нужно, чтобы произошла генетическая обособленность, генетическая изоляция. Как мы можем сейчас получить новый вид, если все друг с другом смешиваются и перекрещиваются? Представьте, в идеале, как возникает новый вид. Представьте, какие-то люди отправились на другой континент или на какой-то остров. Подождите, люди и так уже на всех континентах? И на всех островах? И тем не менее? Ну, представим, отправились, скажем, люди в Австралию. И стали жить, поживать в Австралии. И вот так оно и было. То есть, где-то 65 тысяч лет назад наши предки, они прибыли из Африки, добрались до Австралии и стали там жить, поживать. И вроде бы все было бы хорошо, но потом вот через некоторое время, через почти 65 тысяч лет туда прибыли другие люди на кораблях. И стали там тоже развивать свое хозяйство. И, естественно, просто у австралийцев, у австралийских аборигенов не осталось времени, чтобы эволюционировать в отдельный вид. Если бы, например, им дать еще, я не знаю, полмиллиона лет, может быть, и хватило бы времени. Особенно для маленьких таких популяций, например, на каком-нибудь острове. Если, например, взять Японию, отделить от человечества на полмиллиона лет, то там может развиться определенный вид. Причем совсем не обязательно, что они будут отличаться от нас внешне. Или будут у них какие-нибудь особенности. Просто, понимаете, со временем в ДНК аккумулируются мутации. И эти мутации, в конце концов, аккумулируются до такой степени, что просто, когда встречаются два человека из одной популяции, из другой, и пытаются иметь детей, они не могут просто потому, что эти мутации оказываются несовместимыми. Так, подождите, тогда я не понимаю, в чем отличие, что должно произойти, чтобы это был отдельный вид. Потому что мы же сами говорили о том, что неандертальцы, они скрещивались с хомо-сарисами. Значит, это два разных вида, но которые могли иметь потомство. Ну, с строго биологической точки зрения, неандертальцы, они как бы не вид, а под вид. То есть, даже у неандертальцев не было достаточно времени. Кажется странно. Как могли наши, так сказать, ребята скрещиваться с какими-то неандертальцами, которые были, я не знаю, вообще там каким-то диким видом, чуть ли не как шимпанзе или горилла. На самом деле, конечно, это не так. Они были не больше, чем под видом, как бы определенной разновидностью, что ли, людей. И, естественно, мы даем им такие названия, что это другой вид, хомо, неандерталенсис и так далее. Но, на самом деле, они не так сильно от нас отличались. То есть, естественно, у них были отличия. Но не настолько громадные. Сейчас, например, скажем, есть браки между, я не знаю, японцами и африканцами. Ничего. Хотя они тоже отличаются. Очень красиво получается результат, на самом деле. Да, да. То есть, ничего в этом такого странного нет. На самом деле, это очень интересно. Потому что, как я уже говорил, все, кто живет не в Африке, у нас, на самом деле, ДНК. То есть, внутри мы все очень похожи. Мне кажется, как бы мы можем быть внутри похожи, а внешне такая большая разница. То есть, кемосы, немцы, англичане, японцы, аборигены, Австралии, индусы. Если мы на них посмотрим, они все отличаются внешне очень сильно. А генетически мы очень похожи. На самом деле, если мы посмотрим, например, на породы собак, они же очень-очень сильно отличаются. Или там породы голубей. А на самом деле, с генетической точки зрения, мы даже не можем, если мы возьмем бульдога и баллонку, и возьмем, посмотрим на генетику. Мы даже не можем сказать, кто бульдог, кто баллонка. Настолько гены похожи. То есть, там буквально несколько мутаций, которые различают эти породы. А как, что это вообще совершенно даже одна порода похожа на собаку, а другая похожа, я не знаю, еще на что-то. На мочалку. Да, то есть, внешние отличия и генетические отличия – это не всегда одно и то же. А есть ли какие-то правила, сколько должно быть отличий в генах, чтобы это был другой вид? Потому что, например, я знаю, что с человекоподобными обезьянами, то есть, шимпанзе, допустим, у человека 99% совпадения ДНК. То есть, 1% несовпадения. И это уже разводит эти виды и делает невозможным плодовитое скрещивание между ними. То есть, одного этого процента достаточно или даже меньше? Ну, на самом деле, достаточно одной мутации. Одной единственной мутации достаточно. Но она должна быть в правильном месте. Потому что есть, например, в репродуктивной системе какие-то вещи, которые должны совпадать между мужчиной и женщиной. Например, когда сперматозоид подходит к яйцеклетке, яйцеклетка как бы должна его воспринять. Если произойдет мутация, всего одна мутация в том белке, по которому сперматозоид узнается яйцеклеткой. И она перестанет его узнавать. Все, никаких детей не будет. То есть, на самом деле, никакого громадного количества мутаций не нужно. Другое дело, что возможность, вероятность такой вот мутации, чтобы была одна мутация вот в этом точечном месте, она очень-очень маленькая. Может быть, даже у кого-то из людей, из 7 миллиардов людей, она есть, и он не может, так сказать, иметь детей. Ну, и она так и пропадет. То есть, на самом деле, тоже зависит не столько от того, сколько мутаций произошло, а где они произошли. Например, может так получиться, что какая-то популяция на каком-то острове, у них произошли мутации, которые просто нарушили репродуктивную систему, таким образом, что они друг с другом могут иметь детей. А вот с людьми на материке они больше не могут иметь детей просто потому, что у них какой-то белок в репродуктивной системе изменился. И все. Не отдельный вид, хотя они такие же люди, может быть, совсем недавно делились, уехали на этот остров. То есть, конечно, когда мы говорим о другом виде, о новом виде людей, нам всем представляется, это будет какой-то и по внешности, и, может быть, по умственным способностям другой, что-то другое. На самом деле, в биологии, чтобы произошли такие изменения, иногда не нужно много времени. А иногда, с другой стороны, мы же сейчас видим, как бы, вот эти живые ископаемые каких-то там очлинистоногих, которые выглядят как, я не знаю, миллиарды лет назад. Ну, не миллиарды, конечно, но сотни миллионов лет назад. Они антипически не изменяются. То есть, на самом деле, в эволюции есть очень быстрые изменения, а есть, когда проходят миллионы лет, и ничего не меняется. То есть, у людей, чтобы измениться, нам нужно, как бы, чтобы эволюция нам дала пинка под зад. Потому что, если мы живём комфортно, и нам, в принципе, не нужно изменяться, то зачем нам эволюционировать новый вид? А если только что-то кардинально изменится, например, наступит потепление на 50 градусов, и нам нужно будет выжить, чтобы наши тела приспособились к более высоким температурам или более высоким содержаниям каких-то газов в атмосфере. Мы все станем как африканцы. Вот, пожалуйста, и новый вид. Ну, не трудно сказать, какие будут изменения, да. То есть, на самом деле, чтобы произошла быстрая эволюция, нужно, чтобы был для этого какой-то эволюции. Серьезный катаклизм. Да, какой-то стимул, не обязательно катаклизм. Например, ну, исчезнет сейчас какая-то вся еда, мы можем только питаться, я не знаю. Солнечные энергии. Ну, или каким-то там особым видом крышков, которые остались, которые мы сейчас не приспособлены питаться. То есть, на самом деле, множество причин, но нужно, чтобы природа нас подтолкнула к этому. Тогда будет быстрая эволюция. Или мы сами себя подтолкнем к какой-нибудь техногенной катастрофе. Скажите, только что-то ужасное должно произойти, чтобы это было. Потому что ведь есть такие мнения, что перенаселение Земли, в частности, да, или развитие мозга, допустим, части особей человеческих, да, может привести к тому, чтобы появится новый вид. Ну, перенаселение, с биологической точки зрения, перенаселение людьми Земли ничем не отличается перенаселением червяками какой-нибудь, там, не знаю, банки с вареньем. Когда ресурсы исчерпывают, происходит как бы коллапс. Это известно. Но коллапс не обязательно ведет к... Он ведет просто к сокращению численности населения. Совсем не обязательно он приведет к возникновению новых видов. А вот эта версия, что есть люди, у которых IQ, грубо говоря, да, сильно-сильно выше, чем у основной массы. И вот что вот эти люди, они как бы тоже могут стать родоначальниками какого-то нового там подвида или что-то там, вроде это все-таки фантазийные вещи. Не, ну давайте... Или можно в эту сторону... Можно фантазировать, конечно. Но смотрите, представьте, будет как бы... Мы представим как бы обычную биологическую ситуацию. Людей становится все больше и больше, ресурсов становится все меньше и меньше. Кто-то должен выжить. Кто выживет? Те, кто очень-очень умные или кто-то еще? Вы можете представить разные варианты, правильно? Да. Но в большинстве вариантов, скорее всего, выиграют не самые умные. Почему? Ну, просто так. То есть мозг, это не является преимуществом в эволюции? Мозг, естественно, является преимуществом в эволюции. Да, но не в каждой ситуации мозг является преимуществом. Смотря с кем вам приходится бороться. То есть, когда наши предки боролись, скажем, с другими видами людей, не с теми же неандертальцами, мозг дал им преимущество. Но, может быть, и не только мозг. Может быть, просто те, кто имел больше детей, как я уже сказал. Если мы посмотрим на современные ситуации, может быть, ситуация похожа. В общем, как сказал бы Эйнштейн, все относительно. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами в студии. Я напоминаю, что мы говорили про эволюцию человека с Филиппом Хайтовичем, эволюционным биологом, профессором шанхайского НИИ вычислительной биологии и руководителем лаборатории Сколки. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Хороших оставшихся выходных. Это была программа «Наука Фокуси». Субтитры создавал DimaTorzok